Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас вы услышали песню в исполнении Ренаты Бадамшиной на стихи Катибы Кеневладовой, а музыка Альфея Агеевой. И мы сегодня очень рады вас видеть, что вы пришли в этот зал, уютный и теплый вашими сердцами, посвященный необыкновенному человеку, который своим теплом, своим творчеством объединил. Сначала было у нас пять, потом больше и больше, теперь у нас большой творческий коллектив. Она не только замечательный человек, она автор песен, композитор и также человек большой души. Это Альфея Агеева. Слово предоставляется специалисту по связям с общественностью полномочного представительства Республики Ваштархастан при президенте Российской Федерации в Москве Азату Маратовичу Гахурову. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, уважаемые друзья. Ну, я на самом деле начальник отдела по связям с общественностью и земляничеством, полномочного представительства Республики Ваштархастан. И рад всех приветствовать на этом вечере. И в этом зале я хотел бы поблагодарить Татарский культурный центр за то, что они очень внимательно относятся не только к своим землякам, но и к нам, башкирам. Всегда гостеприимно предоставляют вот этот зал. Я смотрю, в этом году здесь проведена реконструкция, и выглядит зал просто великолепно, просто великолепно. Для нас Татарский культурный центр в этом плане ориентир, куда надо двигаться, куда надо развиваться. Почему? Потому что мы тоже мечтаем об этом, чтобы у нас тоже при полномочном представителе Республики Ваштархастан был свой башкирский культурный центр. И я надеюсь, у нас это когда-нибудь случится и будет. Причем случится и это будет при содействии таких людей, как Альфея Негаляновна. Когда несколько лет назад она пришла к нам в представительство и предложила создать творческое объединение СССР, где бы собирались люди с поэтическим, с писательским, с композиторским даром, то мы только были рады. Почему? Потому что это необычное, наверное, для землячества направление, потому что, как правило, обычно люди либо поют, либо танцуют, а тут посвященное направление к такому творческому дару человека, как сочинение. Это не у каждого есть, может быть, и есть, но не настолько талантливо, как может быть у некоторых людей. И вот Альфея Негаляновна вот этих людей объединила. И на сегодняшний день с большим удовольствием ходим на вечера творческого объединения СССР. Я вижу вот очень много людей здесь, знакомых, лиц, которые мы видели на этих вечерах. Это очень приятно. И более того, мне вот, например, сейчас отрадно наблюдать, как творческое объединение под руководством Альфея Абай растет, двигается, расширяет свои контакты. Они вышли уже на Союз писателей Башкортостана, вышли на Союз композиторов Башкортостана. Естественно, все в Альфея только рады такому общению и только рады такому представительству, потому что, ну, как вы сами понимаете, всегда приятно осознавать, что где-то в Москве есть люди, которые тебя понимают, которые тебя поддержат. И вот Альфея Абай с ее коллегами являются такими людьми для наших писателей и композиторов, поэтов Башкортостана. И вот при содействии как раз Альфея Абай и ее единобучленников мы недавно только провели вечер в Московском доме национальности, посвященной 110-летию со дня рождения Зайна Бибишевой, одной из наших великих башкортостских писательниц. И, конечно же, это очень здорово, очень приятно, что вот у нас есть такой в Москве коллектив единобучленников, которые работают не только на благо республики Башкортостан, но и на благо дружбы народов, проживающих здесь в Москве. Почему? Потому что Альфея Абай, и вот я же каждый раз эту подчеркиваю, ее единобучленники проводят не только в башкортостские вечера, но и интернациональные вечера. Это тоже очень важно. Почему? Потому что мы этим сильны, что представляем разные народы здесь в Москве и дружим между собой. Поэтому это наше общее богатство, которое надо пропагандировать, друг друга поддерживать и развивать. И, конечно же, хотелось бы отдельные слова сказать Альфея Абай. Вы большой молодец, вам большое спасибо. Более того, можно попросить, я бы микрофон подержу. Хотел вручить вам эти цветы. Более того, можно попросить, я бы микрофон подержу, я бы микрофон подержу. За сохранение, развитие и пропаганду культуры башкортостского народа в городе Москве и Российской Федерации и активное участие в мероприятиях Республики Башкортостан. И отдельно хотел бы зачитать поздравительный адрес от полномочного представительства Республики Башкортостан в Москве. От имени полномочного представительства Республики Башкортостан, президента Российской Федерации и от себя лично с особой теплотой поздравляю вас с юмилеем. Вы чувственный, жертвенный, искренний человек. Только такие люди могут собрать на бой коллектив и творить с ними вместе. Ваш талант трудно переоценить. Вы несете людям новые эмоции, переживаемые благодаря любимым стихотворениям. Сегодня желаю вам побед в безграничном творчестве. Пусть строки, написанные вами, вызывают усыщение у всех читателей, а количество поклонников с каждым днем растет. Пусть жизнь, как яркая мозаика, складывается из светлых красок радости, незабываемых событий, а каждый день новый день, дарит удачу и прекрасное настроение. Самый чудесный день, самые чудесные пожелания. Счастья, нежности, исполнение желаний. Заместитель исполняющего обязанности полномочного представительства Республики Башкортостан, при президенте Российской Федерации, заместителем премьер-министра проекта Республики Башкортостан, Устем Ильясович Ильданов. И хотел вручить памятный подарок. Это сборник стихотворений, это последнее издание в этом году. Его эту книгу презентовали на Красной площади, презентовал внук, теперь был от Олегович Каримов. Это книга стихов Мастай Карима. Вы все знаете, что на следующий год Башкортостан, да и не только Башкортостан, вся Российская Федерация будет отмечать 100-летний юбилей Мастай Карима. В этом году назвали самолет, назвали улицу в Москве, появился памятник в Уфе. Даже, да, в последний момент, в последнюю неделю появилось теперь уже название Мастай Карима, аэропорт города Уфы. И поэтому вот этот памятный подарок, Альфея Паима, вам, надеюсь, Устай Карим вас поддержит. Спасибо. А теперь перед вами литературно-музыкальная композиция «То Вань Яг», автор музыки и стихов Альфея Агеева, Накурая Азат Бикчури. Встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Их, края мои родные, горы и поля, Свежий вольный ветер, милая земля Пусть за зимние стужи весна настаёт И влюблённые милые звёзды достаёт Пусть цветут тюльпаны, родники журчат И выводят утка на реку утят На лугах на крыльях крайних коней табуны Песня задушенная при лучах луны Чтоб младенец сладко, не тревожа спал Из гнезда родов течет, не упал Мой народ свободный, не боясь врагов Защищал бы землю, не склонил долон Высоко на небе сокол мои летал Процветай, живи вовеки, мой родной Урал Аплодисменты 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok